Привет, друзья! Ну что, сегодня мы будем говорить про OnePlus. И это у нас OnePlus 9 RT. Но знаете что? OnePlus в какой-то степени для любого фаната становился неким брендом, который умирает. Ведь с большинством людей, с которым я общался, они говорили, слушай, OnePlus для меня умирает, и я ищу что-то новое. Это их объединение с OPPO, которое ставило под вопросы многое. А девятая линейка вообще у нас Color S из коробки в Китае продавалась. И проблемы с Oxygen, черный список приложений. Все это, друзья, вы знаете? Но я, как человек, который любил этот всегда бренд, уважал его, самых первых OnePlus'ов, всегда ждал. Блин, ждал уже практически три года, когда что-то серьезное произойдет. Я не хочу забегать вперед, я не хочу говорить, что уже все, вот я перепрыгнул, не говори, о, пока не перепрыгнешь. Но, кажется, OnePlus возрождается. Давайте даже вспомним тот же OnePlus 9 Pro, который сейчас уже вылезали, и на самом деле это неимоверно крутой смартфон за 600-650 долларов Китая. Ну и Nord 2, который лично я пропустил, опять-таки из-за того, что разочаровывался в брендах и держать пластиковый корпус, что-то подобное от Realme я не хотел. Да-да, там стеклянный задник меня сейчас поправляет. Но, друзья, сейчас, скорее всего, с OnePlus 9 RT мы видим OnePlus 2.0. Сегодня этот смартфон будет полноценный обзор, а чуть только позже еще и сравнение с Pixel 6.0. И именно Pixel 6, друзья, вы сейчас можете легко выиграть. Условия конкурса максимально простые. Вам нужно лайк поставить этому видео, подписаться на этот YouTube-канал и нажать на кнопочку «Участвую в нашей группе Telegram со скидками», в которой уже, кстати, сейчас мы постим цены на 11.11, и там OnePlus 9 Pro будет за 560 долларов. Норды тоже будут распродаваться, так что, помимо того, чтобы участвовать в конкурсе на Pixel, еще и полезную информацию до себя получите. Но, знаете, мне еще с вами хочется поговорить, потому что для меня лично OnePlus 9 RT непонятное название, так как, в принципе, этот смартфон напрашивается на то, что он был бы OnePlus 9T. Но сейчас мы видим, что компания OnePlus, в кавычках, OPPO, делает что-то с брендом и, по сути говоря, старается сделать линейку 9 RT вот ту старую, OnePlus-овскую, топ за свои деньги. И здесь у нас, да, топовый процессор, новая камера, новый экран, и этот смартфон роднит с 9R, разве что расположение камер блока и батарея с быстрой зарядкой, а так, в остальном, это новый девайс. Даже коробку OnePlus как бы оставил такую же, но она уже чуть тоньше и меньше, при этом комплектация, как всегда, на высоте. Ведь у нас на экране пленочка защитная, очень полезная вещь, у нас достаточно хороший чехол, который похож на OnePlus 9 Pro, у нас есть зарядный блок на 65 Вт, ну и кабель. Но, единственное но, почему у нас в блоке зарядном Type-A, Type-C, хотя я возьму. Но я хочу начать с того, что вот берешь этот смартфон, и самое первое впечатление было, блин, какой он приятный гадина. И я хочу заметить, у нас здесь, за эти деньги, как старые добрые времена, металлическая рамка, это не пластик, и сзади стекло. И, по сути говоря, этот смартфон делает что-то необычное, ведь сейчас за эти деньги Samsung и другие бренды просто-напросто, вот это, слушайте, даже тот же Realme, пихает нам пластик. Ну и благодаря загнутым краям не чувствуется толщина этого гаджета, а она 8,3 мм. Блок камеры не сильно выпирает из корпуса, а на боковой части у нас есть триггер для переключения режимов и кнопка питания, которая расположена так, что сразу же ложится под нее палец. Снизу есть слот под две SIM-карты. E-SIM, к сожалению, здесь нет, но, в общем-то, это объяснимо, ведь этот смартфон выпущен чисто для китайского рынка. Но вам маленькая информация. Появляются слухи, что, возможно, этот гаджет будет также представлен и в Европе. Ну и кнопка регулировка громкости находится слева, и, знаете, вот мне нравится, что OnePlus за долгое время ничего не меняет, и как будто бы оставляет привычные вещи для нас на известных нам местах, а не как пиксель, который все меняет каждый год. Так, и цена. Да, конечно, она вызывает некий восторг, но, с другой стороны, и вопрос. Ведь в Китае я его как бы купил за 510 долларов с официального сайта. И, кстати, если хотите знать, сколько он мне в итоге вышел вместе с заставкой, я делился об этом в нашей группе Telegram. Но, друзья, через время однозначно этот гаджет упадет в цене, и будет эти божественные 450 баксов, как в добрые ставры времена. 5T стоила, шестерочка стоила. Слушайте, вот эта цена в OnePlus самое то. Хотя сейчас, да, цены за 600 баксов. И давайте посмотрим, какие у него конкуренты. Это сделать можно через e-каталог. Итак, выбираем цену. 550-650 долларов, ну и смартфоны 2021 года. Ну и тут OnePlus 9, у которого камера будет чуть, кстати, поинтереснее, но пластиковая рамка. Xiaomi 11T есть, у которого похуже камеры, чем в RT-шечке. Ну и есть интересный OnePlus 9R и Realme GT. Все эти смартфоны, кстати, можно добавить в сравнение, посмотреть, какой из них лучше на бумаге. Ну и ссылочку на это сравнение тоже обязательно оставлю в описании. А мы продолжаем обозревать RT. И интересное у нас начинается спереди. Новая матрица, диагональ 6,62 дюйма. Блин, да, большой смартфон стал, но она поддерживает частое обновление 120 Гц. И это E4 AMOLED. И что могу сказать? Яркость показывает на уровне 690 нит. Шим на максимальной яркости, друзья, 7%. На половине 10% и 39% на 25% яркости. И это неимоверный результат. И я могу вам сказать, что если вы будете долго использовать этот гаджет, ваши глаза не будут болеть. Кстати, учитывайте, здесь как бы DC-димминга нет, но по сути говоря, он вам-то здесь и не нужен. Серый фон у нас без артефактов и матрицу здесь однозначно прокачали. Естественно, есть и куча профилей для цветопередачи экрана. Отличная работающая автояркость. Кстати, датчик тоже у нас сзади в блоке камер находится, который дополнительно считывает информацию. Ну и сканер отпечатка под экраном. Да, он достаточно низко находится, но он быстрый. Работает отлично. И ошибок было просто минимум. К чему можно придраться по матрице, друзья? Так это то, что у нас нет трутона. Да, OnePlus 9 Pro он есть. И поверьте, он добавляет пользы в использовании экрана. Но, друзья, как ни крути, вот за эти деньги плюс-минус я даже не могу сказать, какой вы смартфон сейчас назвать. В котором матрица была получше по всем техническим параметрам, а также по тестам, которые мы провели здесь. И давайте, конечно, я еще подальше попридираюсь, потому что слишком хвалю этот смартфон. Но здесь нет IP-защиты. Нет беспроводной зарядки. И вообще, это главные аргументы против OnePlus 9 RT на фоне OnePlus 9 Pro, который скоро наличчики будет стоить 560 долларов. Не забывайте про эту крутую акцию, потому что, на самом деле, именно 11.11 сейчас Алиэкспресс ввели правила для всех магазинов, что там алгоритмы считывают их цены. И, знаете, такого нету, что завысили, потом понизили. Там реальные будут распродажи. И, кстати, OnePlus, я думаю, что уже весной 2022 года будет стоить, опять-таки, 450 долларов. И почему этот смартфон крут? Друзья, здесь у нас с коробки Color 12. И я как бы фанат Oxi. Это святая, неимоверная прошивка лично для меня, потому что вместе с ней и рост для меня вообще бренд OnePlus. Но сейчас времена меняются, и я это признаю. Потому что, как ни крути, а китайский смартфон берете на Color, и у вас из коробки русский язык всегда. Здесь уже вшиты гуглы. Вам для полноценной работы просто нужно скачать АПК, Play Market и все. Конечно, да, нужно убрать всю китайскую, которая здесь присутствует, я имею в виду приложения, но вы их удаляете и больше про них не вспоминаете. Разве что в виджетах что-то будет там где-то на китайском иногда. И что самое интересное, впервые я увидел смартфоны из Китая на Color, что без проблем работают Google пароли и Smart Lock. Потому что раньше возникали какие-то трудности, а сейчас никаких проблем. Сама система получила некоторые приложения OnePlus, допустим, заметки, сообщения, диктофон, с возможностью выбора типа записи. А звонилка здесь стоит, конечно же, не гугловская, а значит тут есть запись звонка. Ну и устанавливая сторонние приложения, даже уведомления настраивать не нужно. Стоп, что происходит? Раньше в Color нужно было шаманить, сейчас этого нет. Ну по старой памяти в настройках дал права, кстати, Телеграму на неограниченное использование ресурсов и заблокировал в меню многозадачности. Мало ли что произойдет. С Vibro опыт, не Opa, а OnePlus тоже поработали. И в общем-то в Color 12 поставили некоторые другие акценты. А так по Vibro все то же самое в OnePlus, как и в 9-й серии. В настройках у нас появляется кастомизация, и она может изменить практически все. Создать свои собственные обои можно, любой Always-On-Display, который в этом смартфоне ясно дело присутствует. Хотя, друзья, признаюсь, предустановленного здесь очень-очень много. Ну и остальные моменты, а-ля цвета интерфейса, как в Android 12, здесь тоже есть. Если подытожить про Color 12, то знаете, она стала гораздо симпатичнее, гораздо интереснее. У него появляется много анимаций, которые, ну, позволяют тебе пользоваться гаджетом и наслаждаться визуальным. Потому что раньше Color для меня была, знаете, хорошей, стабильной оболочкой, а теперь здесь, в этом смартфоне, они добавили чего-то OnePlus-овского, шрифты добавили OnePlus-овские. Знаете, несколько дней я уже пользуюсь смартфоном и получаю реальное наслаждение. Ну и теперь поговорим про железо. У нас здесь Snapdragon 882, а не полюбившийся из-за перегревов, троттлингов и бессмысленности, ведь есть уже отточенный 870-й. И на презентации компания OnePlus говорила, что они серьезно поработали здесь с охлаждением. Как бы оно с одной из самых лучших, просто смартфон постоянно холодный. Но знаете, всегда на презентациях это звучит, как какой-то маркетинг и просто пустые обещания. Но мы, друзья, провели троттлинг-тест. И это лучший результат для Snapdragon 888. При этом пиковый нагрев был 44 градуса, и он распределялся почти по всей задней крышке. В играх все еще лучше. Shadowgun, игра, которая перегревает Mi 11, OnePlus 9 Pro и S21 Ultra, здесь работает не то, что хорошо. Она разогревает корпус не выше, чем 37 градусов. Это охлаждение выходит непростые рекламные лозунги. Это реально работает. Плюс ко всему, у нас есть память LPDDR5, UFS 3e1. И я не вижу фрезов здесь вообще. Плюс 120 Гц добавляю тебе визуального эффекта быстрого смартфона. И знаете, наверное, вот сейчас я скажу, что на старте продаж это самый сбалансированный гаджет и в плане вообще раскрытия потенциала Snapdragon 888. Все благодаря охлаждению. И, конечно, да, недостатки есть. Допустим, у нас USB 2.0. Могли бы уже 3.1 поставить. Но, наверное, у вас больше вопрос, Антон, а что с бендами? Друзья, все есть. И 7-й, и 20-й, и Bluetooth 5.2, и Wi-Fi 6-й. Только 6E не хватает. Ну и NFC с Google PM, которые заводятся и работают без костылей. И вам сейчас может показаться, что я просто вылизываю этот смартфон, но, друзья, я вам показал тесты. Я специально сделал такое длинное начало показать вам о том, что я не могу придраться к этому гаджету вот по итогу сейчас, на данный момент, когда я записываю это видео. Но давайте, друзья, переходим к камерам. И здесь у нас основная камера, самая крутая, Sony IMX 766, с оптической стабилизацией. И мы ее видели в Oppo Reno 5 Pro Plus и Nord 2. Ширик здесь средненький, 16 мегапикселей и угол захвата 123 градуса. Ну и макрокамера на 2 мегапикселя, короче, заглушка. Но сравниваем теперь мы все это дело с айфоном. Итак, первое дневное фото. И ванпласс, увидев лицо, решил сделать его основной частью фотографии. Высветлил в целом весь снимок. И из-за этого само лицо кажется чуть плосковатым. Из-за высветления темных участков лезет шум, конечно же. Здесь софт отработал как-то странненько. Да, друзья, ванпласс мы решили сравнить с гиперфлагманом, с айфоном 13 Pro. Но вот захотелось так сделать, чтобы показать уровень ванпласса. Так, фото вечера. И здесь мы видим, что ванпласс лучше отработал со светлыми участками с источником света. На небе и на кустах меньше шума. И здесь ванпласс прям молодец. Выкрутился, как говорится. Однако вечером портретный снимок вышел посредственным. Опять же, как только он видит лицо, старается высветлить его. Много, конечно, мыла на обоих смартфонов. Айфон, как всегда, желтит. Но, как по мне, это идет этому снимку. Но и ошибки. Их тут практически нет. С выделением главного объекта. Оба смартфона отработали достаточно хорошо. Даже, даже на удивление, ванпласс немного был лучше. Так, я открою вам секрет. Я сейчас больше не буду показывать вам фотографии, фронтальные, еще какие-то серьезные тяжелые условия. Мне очень хочется сравнить этот смартфон с пиксель шестым. Потому что что-то наталкивает мне на мысль, что эти гаджеты серьезно конкурируют. И у нас может оказаться неожиданный победитель. И вот вам для затравочки одна фотография, которую мы уже сделали. Короче, подписывайтесь на канал и ждите это эпическое сравнение. Ну и давайте небольшой видеопример. Так, теперь сравнение с гиперфлагманом. У нас айфон. Это моя простая ходьба. Хочу вам сказать, что ванплассе и в айфоне в 4К 30 кадров в секунду вы сможете сделать вот так вот. Перейти на широкоугольную камеру. И смотрите угол захвата. И давайте небольшая пробежка на ширик. Вот у нас работа со светом. Но теперь мы переходим на основу. В ванплассе немного по-другому работает переключение. Поэтому я тут туплю. Извините меня. Конечно. Вот X1. Вот еще раз блики ловятся. У нас тут два смартфона. Давайте теперь в эту сторону пробежка. Вот такая у нас пробежка. А теперь главный герой Димонович. Вот давай, сейчас тень. Да, сейчас вы, кстати, слышите, как они записывают звук. Они оба спереди захватывают. У них есть микрофоны. Ну и сейчас видите, как отрабатывает. Свет, свет чтобы был. На лице они вечером. Да, у нас вечер, темная погода. И вот так вот работает все. Ну, короче, вон пластик. Ну, утягается. Так, и у меня осталось рассказать вам про автономность и звук. Значит, начнем с последнего. Слава богу, корпорация BBK поставила сюда стерео. Потому что в последнее время они чего-то нас этим не балуют. И, в общем-то, стерео хорошее, нормальное, как для этой цены. Чего-то особенного не хочу выделить. Но, друзья, не какое-то там GBA. Ну и автономность. Батарейка у нас 4500 мАч. И хватает смартфона на 4-6 часов экрана. Маловато. Я вам сразу же должен сказать. И его тесты показали минус 4% за полчаса YouTube. И минус 15% за полчаса в Shadowgun. А в другой игре попроще. Минус 11%. Ну и быстрая зарядка тут 65 Ватт. Стандартненько для OnePlus за 30 минут 100%. И да, друзья, автономность здесь, конечно, не рекордная. Но если подводить итог под итогом, я не знаю, нужно ли делать итог. Я, в принципе, вам все показал. Все рассказал. И если цена этого смартфона через время, а это произойдет, она будет 450 долларов. Мама не горюй. Я не знаю, что может быть лучше. И это, знаете, это именно тот вам пласт, который я всегда советовал. Это тот вам пласт, который вы покупали. Это тот вам пласт, который вы брали и говорили, вау, какой классный смартфон. Потому что соотношение железа, цена, софт. Друзья, все это здесь есть. С вас большой палец вверх. Пока.